После уничтожения анклава, беженцы из Арои и убежище 13 переселились, создав новую общину с помощью генератора Эдемских кущ. Оказавшись в сотнях милец своего убежища, жители убежища 13 решили совместно с жителями деревни создать новое поселение. Их техническое мастерство в сочетании с навыками выживания деревенских жителей позволило новому поселению расти и процветать. Два поколения воссоединились, а их спаситель, избранный, стал старейшим и правил деревней много лет. Старейшая Арои прожила еще много лет после уничтожения анклава. Она очень счастлива, что древним разногласием между убежищем 13 и выходцем из убежища пришел конец, и много раз говорила вам, что хотела бы, чтобы он сам был жив и мог видеть это. Уверившись, что новое поселение процветает и находится в полной безопасности, старейшая мирно отошла во сне. Большинство старейших жителей Арои считает, что теперь она живет в убежище на небесах и рассказывает выходцу из убежища о ваших подвигах. Связи между ушельцами и жителями Мадока крепнут все больше. Благодаря усилиям этих двух народов, Мадок процветает и снабжает пищей все ближайшие районы. С уходом Мецгера рабству в этом районе пришел конец. Заведение Бекки быстро росло. Благодаря своей репутации честной владелицы бара и казино, Ребекка Дайер скоро встала перед необходимостью выкупить заведение своих конкурентов и расширить дело. Дыра процветала и вскоре приобрела репутацию жесткого, но честного сообщества. После уничтожения Анклава в городе убежища продолжался застой, вызванный политикой изоляционизма. Генератор убежища 8, не предназначенный для обслуживания такого большого количества людей, не давал городу убежища возможности расширяться. В конце концов город был поглощен НКР, которая со дня своего основания постоянно расползалась все дальше на север. Вскоре после уничтожения Анклава в семье Бишопов родился ребенок. Ребенок был совершенно не похож на Бишопов и больше всего любил бродить по пустыне. Когда ему исполнилось 13, он возглавил семью Бишопов и повел ее к победе над остальными семьями Нью-Рино. Он тихо скончался во сне, в возрасте 73 лет, так и не узнав, кто был его настоящим отцом. В течение года после уничтожения Анклава семья Райтов решила узаконить свою деятельность. В Нью-Рино были основаны несколько школ и церквей, а также появились органы охраны правопорядка, ослабившие влияние других семей. Хотя Нью-Рино утратил значительную часть своей оригинальности, он стал гораздо солиднее, что вызвало приток иммигрантов. Многие теперь переезжали в Нью-Рино жить, и город быстро разрастался. Сегодня итоговые оценки выпускников школ Нью-Рино выше, чем были во многих школах Новой Калифорнии до войны. Хотя семья Райтов так полностью и не восстановилась после смерти Ричарда, они почувствовали себя гораздо лучше, когда узнали, что его убийца наказан. Майрон умер меньше, чем через год после поражения Анклава. Его заколол один торчок, когда он пил в дыре. О том, что именно он открыл винт, все быстро забыли, и сейчас уже никто не помнит его имени. Оптимизация электростанции в Гекко стала первым шагом на пути к началу сотрудничества между Гекко и городом-убежища. Дополнительная энергия, вырабатываемая электростанцией Гекко, дала новые возможности для расширения города-убежища. Ксенофобия лидеров города-убежища канула в лету. Люди и гули стали работать плечом к плечу ради создания центра науки и терпимости, там, где раньше не было ничего, кроме вражды и ненависти. Время от времени до вас еще доходят слухи о Гарольде. Судя по этим слухам, дерево, растущее из его головы, стало больше и даже начало приносить плоды. Говорят, что семена этих плодов очень выносливые и прорастают даже в каменной почве пустошей. Через несколько лет после покупки экскаваторного чипа у избранного, Мардж Лебарш уже владела шахтами «Утренняя звезда» и «Коковев». Мардж легко победила на выборах мэра и использовала свое политическое влияние, чтобы заставить Рэддинг присоединиться к растущей новой Калифорнийской республике в обмен на место в Конгрессе НКР. После того, как заговор против мутантов был раскрыт, Брокенхиллс начал процветать. Потом уран закончился. Без урана город существовать не смог. Жители увозили с собой на житое, покидая призрачный и пустынный город. Осталось всего лишь несколько упрямцев, некоторое время влачивших жалкое существование, но в конце концов исчезли и они. Вдохновленный примером избранного, Маркус отправился через Великие горы на восток, разыскивая других беженцев из армии мастера. Вы никогда и ничего о нем больше не слышали. Помощь, оказанная вами в связи с убежищем 15, побудила новую Калифорнийскую республику начать цивилизовывать своих соседей. Хотя им предстоит еще многое преодолеть, теперь у НКР есть опора в северных пустошах. Благодаря поддержке новой Калифорнийской республики, скваттеры убежища 15 вскоре стали самодостаточными и полезными членами общества. Уничтожив когтей смерти из убежища 13, вы положили конец существованию еще одной расы, в очередной раз доказав, что геноцид является простейшим решением любой проблемы. Ши процветают. Они создали средства на основе трав, которые способны очистить от радиации окрестностей их обожаемого города. Хотя это вьющееся растение не может расти на другой почве, ши выращивают его на своих землях. Они продолжают разрастаться, формируя основу новой империи. Ученые хабологов обеспечили быстрый и безопасный запуск Кветцеля. К несчастью, они не позаботились о системе переработки воздуха и погибли на орбите. Уничтожение анклава стерло со страницы истории все следы пребывания у власти президента Ричардсона. И теперь слово «президент» обозначает чудище вроде буки, которым пугают детишек. Что касается бродяг из танкера, что ж, как и полагается бродягам, они бродяжничали.